Всем привет! Меня зовут Павел Билинский и это 10 фактов при устройстве на работу, указывающие на то, что работодателю на вас плевать. Этот ролик открывает целую серию роликов, касающихся трудоустройства, в которых я не буду рассказывать вам всякую мотивирующую херню, а только голые факты о том, как вычислить работодателя, мошенника, о том, как вычислить, когда у вас хотят взять ваши персональные данные, о том, как сохранить собственное самоуважение и не попасть в рабство к работодателю. В этой серии роликов будут рассматриваться собеседования, будут разбираться, будут анализироваться, так что подписывайтесь на канал, если вам это будет интересно. Итак, давайте обсудим, собственно, эти 10 фактов и вкратце о них поговорим. Факт номер один. Вам звонят с предложением работы, общаются хамски, хабально, понебратски, при нем ебрежительно и в спешке, где явно слышно, что вы один из многих и в разговоре с вами совершенно не заинтересованы. Такое встречается достаточно часто. На что это указывает? Это указывает на то, что либо ожидания работодателя, либо требования работодателя к трудящемуся потенциальному соискателю крайне низки, либо данная работа была отдана какой-нибудь рекрутинговой компании, которая, в свою очередь, работает с огромным потоком. Поэтому вы один из огромного количества людей, которых они должны обзвонить. И, собственно говоря, вы просто проходничок. Почему работодателю на вас плевать, когда с вами общаются по-хамски, хабально, понебратски или пренебрежительно? То есть работодатель сразу говорит о том, что вы кусок говна, вы абсолютно нахер никому не интересны, вы сходу встаете раком, а работодатель вас тут же начинает нагибать. И после того, как вы решили все-таки прийти к этому работодателю, работодатель на 100% знает, что с вами уже поговорили понебратски, хамски, с вами сразу общались как с быдлом, а вы это все дело сглотнули, слезнули, перетерпели, значит и дальше будут терпеть. И, значит, дальше работодатель будет с вами обращаться как с куском говна, коим вы являетесь на этот момент. И, собственно, либо вы находитесь в крайне тяжелой жизненной ситуации, где вы готовы терпеть. А если вы готовы терпеть, значит на вас взвалит еще огромное количество всякого рода работы, которые к вам не относятся, но вы будете терпеть. Так же вы будете терпеть, как и собеседование с вами, так же вы и будете терпеть в будущем хамское отношение, ублюдство. Поэтому работодателю на вас наплевать. Почему? Да потому что вы не специалист, вами не будут дорожить. Вы абсолютно ничем не примечательный кусок лизоблюда, ну и другого рода халуев, вот и прислуги. Поэтому работодателю на вас плевать, вы бесполезны. И как только будет ситуация, при которой вы решите встать в позу, вас тут же выбросит и заменит точно таким же халуем. И более того, если вы захотите встать, да не то что в позу, а вы будете постоянно доказывать, что вы качественный лизоблюд, что вы качественный раб для того, чтобы хамский обращающийся к вам работодатель имел всегда доказательства о том, что вы продолжаете уверять его в том, что вы качественный раб и то, что вас стоит оставить. А работодатель, в свою очередь, будет постоянно это дело испытывать. И тот момент, когда вам это надоест, вы будете уволены. Поздравляю. Следующий факт. Номер два. Вас попросили прийти к определенному времени, но интервью или интервьюер опаздывает. Я попадал в эти ситуации очень много раз и могу вам сказать, что ни разу, ни разу собеседование не заканчивалось успешно. Если вы приходите, вам сказали, придите к трем, например, и вы приходите без 15, без 10, без 5, 3 или даже в 3, но собеседование не началось, а вам говорят, что работодатель или интервьюер или представитель спустится к вам через полчаса, через час, ну или в какой-нибудь другой вариант, ну или любая другая похожая ситуация, знаете, вы такой же абсолютно раб и кусок бесполезного биоматериала, которым работодатель будет чувствоваться. Потому что если вы это стерпели, то и все остальное стерпите. Работодателю на вас плевать, потому как он не удослужился не выстроить правильную инфраструктуру, систему или сподвигнуть правильных трудящихся или специалистов, отвечающих за данную работу, для того, чтобы освободить их от работы. Либо если это специалист непрофильный, значит освободить его от работы, а если профильный, то просто удосужится принять правильных сотрудников, качественных, которые будут выполнять свою работу правильно. Ну а если, собственно, интервьюер, либо представитель его, либо другой сотрудник, отвечающий за собеседование с вами просрал время и совершенно никак не вышел к вам, значит это говорится, что и сотрудники на него трудятся абсолютно бесполезные, либо рабочий день построен так, что они не могут позволить себе прийти вовремя, либо не хотят прийти вовремя, а зачастую специально трудящихся проверяют, таким образом, готовы ли вы терпеть и готовы ли идти на уступки. А вот я считаю, что это они должны идти на уступки для того, чтобы принять вас на работу, потому что именно вы создаете конечный продукт, и именно вашими руками создается то, за что потом ваш потенциальный работодатель будет получать деньги. Нет вас, нет денег. Нет трудящихся, нет продукта. Уважайте себя. Факт номер три. Перед собеседованием ваше резюме не было прочитано и изучено. Ну а когда вы приходите, все начинается сначала. Первый вопрос, который мне задают, после которого я разворачиваюсь и ухожу, это «Здравствуйте, а сколько вам лет?» Я очень скрупулезно отношусь к составлению резюме, оно очень сложное. Я в нем отразил практически все, что касается меня и моих умений. И я считаю, что ваше резюме – это первое, что должно быть рассмотрено перед собеседованием с вами. Если работодатель не удосужился распечатать ваше резюме, кстати, что тоже очень важно, изучить ваше резюме, либо не работодатель, а его представитель, соискатель, интервьюер или другая рекрутинговая компания, обязаны изучить ваше резюме, потому как именно по нему вас отбирали, и именно основываясь на нем, то есть на ваших умениях и других свойствах, не знаю, в вашем опыте и умениях, вас подбирают на данную работу. Таким образом, если вы приходите туда как чистый лист, то с вами работают как в холодную, грубо говоря, вы просто человек с улицы. То есть между вами как специалистом и между другим человеком, у которого опыт работы месяц в Евросети, собственно, нет никакой разницы. Вы должны в данный момент доказать, что вы годные на данную работу. А я считаю, это работодатель вас должен заинтересовать в том, что его предлагаемые вам условия подходят под ваш стаж, умения и опыт, какими бы они ни были, потому что именно вашими руками будет создаваться конечный продукт, и все мной вышеперечисленное. Именно вы будете тратить свое время, силы, здоровье и многие другие невосполняемые факторы, впоследствии чего работодатель будет обогащаться. Да, это капитализм, но черт подери, давайте пробовать жить в капитализме по другим правилам, по правилам адекватных людей. Я вас призываю, уважайте себя, свое время, труд, опыт и многие другие факторы, делающие из вас специалиста. Давайте поговорим о четвертом факторе. Четвертый фактор. До собеседования вас пригласили заполнить объемную и подробную анкету, либо вас попросили заполнить на месте, либо в электронном виде, но о ней нет ни слова на собеседование, а при вопросе о ней вам открыто говорят, что это формальность. Поясняю. Если вы потратили полчаса или час для заполнения данной анкеты, либо вы потратили свое время, вы думали об этом, парились, как бы заполнить, как лучше, как хуже, вы потратили на это свое время, силы, то есть вы забрали у себя какое-то количество времени для того, чтобы отдать его этой анкете. И если эта анкета является абсолютной формальностью, и работодатель об этом знает, значит, опять же, вас проверяют на раболепство, холопство, халуйство, придворничество, то есть, опять же, из вас делают дурака, раба и холопа. Работодатель четко вам дает понять, что ваше время для него абсолютно ничего не стоит, и то, что вы потратили свое время, силы, да, как-то напрягли свой мозг, ему на это наплевать. И в будущем, и в дальнейшем, устраиваясь на работу к такому работодателю, все будет точно так же. Ему точно так же будет плевать на то, что вы тратите свое время, силы, собственно, как и с этой анкетой. Всегда смотрите наперед, как к вам относятся сейчас, и четко знайте, что так же к вам и будут относиться и далее. Фактор номер пять. Собеседование с вами проводится в коридоре, прихожей, холе, на входе в здание, на улице и так далее. Это самый контрастный показатель того, что настолько на вас плевать, вы настолько безразличны работодателю, что он даже не придумал какой-нибудь отдельной коморки, где поставил два стула для того, чтобы с вами пообщаться. Даже недавно я ходил собеседоваться в одну организацию, которая якобы себя позиционирует как суперкрутое место, но по исходу они оказались банальными детским садом. Об этом я расскажу позже. Будет ролик. Где даже они, среди стройки, разрухи и безумия, нашли маленькую коморку, в которой покрасили стены, где сделали вытяжку, где сделали нормальные двери и поставили два комфортабельных кресла для того, чтобы собеседоваться с людьми. Вот это уже проявление уважения к трудящемуся. Они парятся о вашем комфорте. Работодатель должен, обязан показать вам, что ваш комфорт для него чего-то стоит. И собеседовательная комната, ее вид и то, как вас в ней устраивают, многого стоит. Предлагают ли вам чаек, кофеек, есть ли там вешалка для того, чтобы вам раздеться перед собеседованием. Если на входе, например, туалеты, уборные, для того, чтобы вы привели себя в порядок, то, чтобы отключили звук на телефоне, это многие факторы, которые четко показывают, что это за работодатель и каково его отношение к трудящемуся. Если вас собеседуют на улице под дождем или под зонтиком, а перед дверью, где постоянно снуют люди, в холле, в котором нет стульев, вы стоя стоите и пытаетесь передать эти документы, это четко вам говорит о том, что в этой организации нет уважения к трудящимся, в этой организации нет уважения к сотрудникам и о том, что в будущем все будет точно так же. Пока что за то время, что я собеседовались или работаю, обратных случаев не было. Давайте поговорим о факторе номер шесть. Фактор номер шесть. Пригласив вас в собеседовательную комнату, интервьюер постоянно отвечает на звонки, отвлекается, при общении с вами рассеян или вдруг при стуке в дверь появился какой-то человек и вас попросили выйти из комнаты на несколько минут, чтобы дать возможность пообщаться с вошедшим в комнату. На мой взгляд, это самый ублюдочный вариант, один из многих, который четко показывает, что работодателю насрать. В разговоре с вами представители работодателя, рекрутинговая компания, интервьюер не заинтересованы от слова совсем. То есть вы создаете вид деятельности данной структуры или сотрудника, либо более того, вы не более чем мебель, при необходимости, которую можно подвинуть. Последний раз я собеседовался в завод «Звезда», где, войдя к бухгалтеру или к финансовому кому-то руководителю, я сначала выждал очередь примерно минут 20 или 15, я ждал, пока он освободится, после чего я вошел, сел в кресло, мне должны были объяснить, из чего состоит моя зарплата, как она начисляется, какая она, после чего постучали в дверь и меня попросили выйти из комнаты на несколько минут, чтобы пообщаться с директорами, да мне плевать было с кем, вот, а когда я вышел, мне еще попросили закрыть дверь. Так вот, это самое ублюдочное, самое сраное, самое хамское отношение к трудящемуся, которое в крайне допустимо, и я ни в коем случае ни на секунду не буду работать в этой организации и с этими людьми. Если при вас отвечают на звонки, каждый раз висят на трубке и говорят, подождите, подождите, значит, вы просто во многом, ну, то есть вас опять проверяют на холопство, холуйство и терпение. Готовы ли вы настолько наплевательское и сраное отношение, насколько спокойно вы к нему относитесь, знайте, что дальше будет точно так же. Факт номер 7. Собеседование проводится массово, то есть перед тем, как с вами пособеседоваться, устраивают загон. Так вот, я это называю вкратце загоновец или просто загон. Знаете, как скот загоняют за забор, ну и, собственно, он там как-то пасется. Так вот, для меня массовые собеседования ничем не лучше, чем массовый загон. Собеседование в загончике это самое унизительное, что может быть. Одно из самых унизительных. Что такое собеседование в загончиках? Это первый признак того, что в организации огромная текучка. Если в организации огромная текучка, значит, собеседование в загончике проводиться будут часто. Также еще бывает, что вам могут сказать, что у нас собеседования проходят в определенный день недели с такое-то по такое-то время. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, но это стоит уточнить, что собеседование проходит массово. Ни разу еще я не видел массового собеседования, которое проводила бы большая серьезная компания с серьезным штатом, с серьезными сотрудниками. Например, массовых собеседований Яндекс.Еда или, например, Delivery Club доставка и прочие шарашкины конторы, которые у вас будут заставлять продавать ножи или втюхивать какую-то дичь. Очень просто отсекать, когда у тебя на собеседовании 40-50 человек, очень легко отсекать холопов, холуев и рабов. многих отсеивают сразу же. То есть, приходят и смотрят по головам. Знаете, как я сам лично не видел, кроме как в фильмах, то есть, приводят проституток, типа, покажите всех. И человек такой, вот это вот, вот это хорошо. И, собственно, также по головам могут пойти и сказать, вы свободны, вы нам не подходите. Это пиздец, как унизительно. Просто омерзительно. Пожалуйста. Если вы видите, что собеседования проходят массово, знайте, здесь текучка. А если здесь текучка, значит, нормальных условиях труда нет и не будет. И даже не ждите. Факт номер 8. Восьмым фактом является собеседование, которое проводится в здании, находящемся на обширной территории, со множеством строений, и вам не объяснили, куда идти, и нет контактов для связи. То есть, вам назначили собеседование, например, в пределах складских помещений, но вам не скинули карту, вам не дали номер телефона для уточнения. Вы просто такие, ну, ищи. Найдешь, типа, пособеседуемся. Это тоже очень мерзко и унизительно, и я вам настоятельно рекомендую там не работать, потому как к вам отношения, ну, капец. За все мое время собеседования, ну, я вот попадал на такие раза два. И, собственно, узнавал, что там огромная территория, и то, что очень сложно их найти, только по факту. Один раз нашел, второй раз приехал, посмотрел, и такой, нет, спасибо, досвидули. Развернулся и ушел, что было очень обидно. Вам тоже советую, так, на такие собеседования, к таким работодателям не устраиваться и не ходить. Ну, что ж, мы подходим уже к последним двум. Девятый факт. Собеседование сильно торопят, вас спросят быстрее отвечать, вас перебивают. Это зачастую соотносится очень сильно с первым фактом, но первый факт, когда вам звонят, и вас торопят, с вами обращаются не очень, очень вас перебивают, а это уже происходит на собеседовании. То есть, с вами общались нормально, но на собеседовании с вами общаются плохо. Так вот, хочу вас сразу сказать, что на собеседовании, как правило, людей с улицы не берут, то есть, на собеседовании, как правило, либо готовят отдельно людей, либо берут людей, которые это умеют, либо вывезут. Так вот, если с вами общается человек, которого специально сюда посадили, это очень хорошо говорит об организации, организации, которая вас принимает на работу. Поэтому, если вы видите, что вас перебивают, вас торопят, типа, вы начинаете что-то спрашивать, а вас прям сразу подторапливают и так далее. Нет, ребята, это не ваш вариант. Вы, понимаете, вы статистика, вы находитесь один из многих, и вас вряд ли заинтересованы, потому как, если ищут специалиста, с вами могут собеседоваться и час, и полтора, и два, и три с вами могут общаться, для того, чтобы выяснить максимум ваших возможностей и максимальную вашу подходящесть на данную вакансию. Поверьте на слово. Одно из моих немногих собеседований, которыми я был очень сильно доволен, со мной собеседовались почти два часа, при этом все это время был шквал вопросов, различного рода тестов, общения. Я был очень доволен, потому как это был практически один из самых показательных и качественных собеседований, которые у меня были. Итак, мы подходим к десятому факту. Десятый факт. По окончанию опроса вас на искомую должность, то есть с вами полноценно уже провели собеседование, вы начинаете задавать вопросы работодателю об условиях работы, зарплате, графике, виде трудоустройства и тому подобное. Представитель работодателя увиливает от ответа, говорит о том, что не знает данных условий, нервничает, огрызается или неприкрыто начинает хамить. Мол, сильно много хотите знать. То есть, когда вас досконально опросили от начала до конца о том, какой у вас опыт, какие у вас умения, возможности, а по итогу, когда вы начинаете задавать вопросы, вам откровенно хамят и говорят, что типа, слушай, друг, а не много ли ты хочешь знать о нашей великолепной компании? Не сильно ты дохера о себе думаешь, чтобы мы тебе отвечали на эти вопросы? Либо могут еще вам сказать, что мы данной информацией не владеем, данную информацию можно узнать только от технического руководителя и тому подобное, либо начальника отдела того цеха, да, или того отдела, в который вас принимают и тому подобное. Знайте, это все херня собачья, это все абсолютный бред и, как правило, людям, которые проводят собеседование, дают всю информацию для того, чтобы отыскать нужного человека и объяснить ему максимум, чтобы вас заинтересовать. И если человеку, который проводит с вами собеседование, не дали максимум информации, чтобы вас заинтересовать, значит работодателю наплевать на вас, и он не хочет вас заинтересовать, он просто хочет очередного раба к себе в организацию. А если вам еще откровенно начинают хамить, знайте, дальше будет либо так же, либо хуже. Давайте я вам расскажу еще про бонус. Одиннадцатый факт. Одиннадцатый факт. Работодатель и его представитель начинают пичкать вас мотивационной чушью. То есть вам начинают рассказывать, что наша организация такая замечательная, наша организация это лучшее, что было в вашей жизни, работы у нас, вы оло-ло, траля-ля, ку-ку-ко и так далее. Так вот, почему при этой ситуации работодателю плевать на вас? Почему это бонус? Потому как на эту тему будет выпущен отдельный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, и вы увидите этот ролик отдельно. И теперь, почему так происходит? Так происходит потому, что есть специальные брошюры, то есть специальные агитки, мотивашки, мотивационная литература, которая рассказывает, как можно мотивировать человека различными способами работать у вас, при этом либо платить вам меньше, либо практически совсем не платить, или как удерживать вас таким образом, чтобы вы работали с усердием и так далее, но при этом ничего не просили взамен. Так вот, мотивационная чушь как раз и построена на том, чтобы возвысить себя как работодателя на максимальный пьедестал и по сравнению с этим унизить вас настолько, чтобы вы хотели работать в этой организации так сильно, чтобы вы понимали, насколько работодатель позволяет вам работать в данной организации, он дает вам возможность примкнуть к этой организации, притронуться к этому граалю, где вы просто сами должны заплатить работодателю, просто чтобы иметь возможность хотя бы просто вдыхать воздух этой организации. Так вот, если вас начинают макать лицом в эти мотивационные материалы, то знайте, работодатель считает вас говном, то есть он готов сделать все, что угодно для того, чтобы платить вам максимально меньше. Дальше ваша работа в этой организации будет пичкать вас завтраками, понижениями зарплаты, понижениями оклада, наказаниями, премии и тому подобное. И каждый раз, когда вас будут просить выйти на выходные или выйти на сверхурочные, вам будут говорить, ну, организации требуются, ты же понимаешь, что организация, вот мы одна семья, надо помогать организации. И многие дурачки, малознакомые, с адекватностью не очень умные или просто откровенно глупые люди соглашаются на это, после чего работодатель не дает вам замен ничего. Вы работаете за идею, вы работаете за мотивацию, вы работаете в общей команде, но все вокруг имеют от тебя пользу, кроме тебя. Ты с этого не имеешь ничего. А я напоминаю, что ты сдаешь в аренду свой труд, ты сотрудничаешь. То есть ты отдаешь в замену свой труд, опыт, умения и знания в обмен на денежные средства, ну, никак не на мотивацию, не на возможность прикоснуться и тому подобное и так далее. Что ж, это краткое описание того, что указывает на то, что работодателю на вас плевать. Откровенно, безразлично, и вы для этого работодателя просто очередной кусок биоматериала, который будет сливать свое здоровье, время, силы и многое другое, что вы в будущем никогда не восполните, а взамен получите только унижение, панибратство, хамство, а вы будете отдавать, помимо прочего, холопство, халуйство и будете различного рода раболепствовать перед работодателем для того, чтобы он вам хоть какой-нибудь заплатил зарплату. Уважайте себя, свои силы, свое здоровье, свой опыт, умения и труд, и самое главное время, и оценивайте его по достоинству. Ваши силы – это ваша жизнь, ваши умения и опыт – это также ваша жизнь. И если вы их будете отдавать за 3 копейки, поверьте на слово, лучшего от этого не будет никому, кроме работодателя. Цените себя, свой труд, свой опыт и умения. На этом все. С вами был Павел Белинский. Я желаю вам удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока.